Здравствуйте! Рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Я всех включил в беззвучный режим. У нас режим вебинара. Если будут вопросы, задавайте в чате. Ирина как раз тоже всех попросила, чтобы включить микрофон в беззвучный режим. Итак, мы начинаем. Зовут меня Иванов Валерий Георгиевич. Я читаю курс «Теорию бухгалтерского учета», «Одинес бухгалтерию», «Финансово-экономический анализ». Все, что связано с внедрением Одинес, методологией бухучета. Добро пожаловать ко мне. Мы говорим о том, что наш Центр компьютерного обучения даст вам массу возможностей для развития творческих способностей, личного потенциала. Инвестиции в образование – это всегда инвестиции, прежде всего, в себя, свою будущую или настоящую карьеру. Больше сможете понимать. А если вы больше понимаете, то и будете востребованными на рынке труда всегда и везде. Преподаю в Центре компьютерного обучения специалист. Пятый год. Читаю курсы финансово-экономического бухгалтерского характера. Занимаюсь параллельно разработкой постановки учета в различных компаниях. Методолог по бухгалтерскому учету, по бюджетированию, по управлению финансами. В качестве крупнейших проектов – это участие в проектах по автоматизации «Газпромбанка», в строительных компаниях «Метрострой», компания «Монарх», различные другие группы строительные. То есть опыт автоматизации строительных компаний в энергетике. Я являюсь автором продуктов «Подрядчик, строительство, бухгалтерия, строительные организации» на базе разработок фирмы 1С. Опыт работы как из теории, так и с практикой обширной. В рамках нашего курса, что мы сегодня посмотрим и что вы узнаете глобально, если придете к нам в Центр компьютерного обучения «Специалисты», запишитесь к нам на теорию бухгалтерского учета впоследствии на 1С. То есть я гарантирую, что вы будете самыми успешными бухгалтерами, финансистами, экономистами. Но прежде всего здесь мы обучаем на курсе теории бухгалтерского учета и курсах 1С – это самых опытных бухгалтеров. То есть на различных участках или в целом, если хотите вести бухгалтерский учет, компания в качестве главного бухгалтера. Поэтому можно сказать, что мы один из немногих центров, который гарантирует, что при успешном прохождении курсов по направлению бухгалтерского учета и налогообложения вы сможете успешно вести учет и быть востребованными на рынке труда. Ну и, собственно, приступим. У кого вопросы, пожалуйста, пишите их в чате. Спасибо. Даже если начать с нуля, Лариса, абсолютно верно. Мы начинаем здесь теорию бухгалтерского учета с нуля. И вот на этом рекламном семинаре вы должны прочувствовать себе способность к гуманитарной дисциплине бухгалтерский учет. Прежде всего это дисциплина гуманитарная. Поэтому, если уловите ниточки ваши, которыми вы способны, а я скажу, что бухгалтерский учет способны освоить даже дети. Нюансы, конечно, чтобы понимать, нужно знать. Нюансы мы изучаем на курсе 1С бухгалтерии. Теория и практика и просто 1С. Но прежде чем понимать нюансы, нужно понимать азы. Двойную запись и все остальное. Вот сейчас мы с вами об этом поговорим. Значит, что мы рассмотрим? Сущность функции виды бухгалтерского учета задачи требования. История зарождения – это самостоятельно. Баланс, счета, двойная запись. То есть тема обширная, большая. Мы на теории бухгалтерского учета много времени тратим на это все. А здесь обзорно покажу, чему можно научиться и что нужно понимать. Прежде всего, всегда начинаем с эпиграфа. Сколько будет ног у собаки, если назвать хвост ногой? Это любимая загадка Авраама Линкольна. И в ней кроется сущность бухгалтерского учета. Если мы ответим на этот вопрос, я сказал бы, кроется сущность любого учета. А какие виды учета бывают, мы скажем. Вот сколько будет ног у собаки, если назвать хвост ногой? Какие варианты у нас в чат? Пишите варианты, сколько будет ног у собаки, если назвать хвост ногой. Пять ног. Какие еще варианты? Четыре. Конечно же, могут быть ни одной ноги. Если у собаки лапы, а ног нет, то мы напишем с вами ноль. А если все-таки скажем, что раз нет ног, но назвали и одна, может быть, варианты. А если так оказалось, что мы считаем, что это были трудности перевода, и там сколько лап будут, если назвать хвост ногой. А если у одной собаки фактически она у нас собака инвалид, и одной ноги у нее после аварии, там ДТП нет у нее, то могут быть и три, и четыре, и как жизнь покажет. То есть вы уже на этом вопросе должны понимать, что сущность учета как таковая, она всегда истинная. А то, что просят нас иногда понимать под тем-то, то-то, это будет временно мнимым. То есть если у нас будет налоговый кодекс утверждать нам, что эти расходы отражать нельзя, а эти можно, что эти факты жизни не показывать, а эти показывать, это не что иное, как налоговый учет и для целей какого-то налога. Вот мы всегда по налоговым учетам понимаем учет для целей налога на прибыль. Если нам какие-то доходы, расходы, факты жизни говорят не отражать или нормировать, это не что иное, как налоговый учет. То есть для целей расчета с бюджетом считать так. Для целей расчета с учредителями как считать? По бухучету, то есть по факту, как есть, и обманывать их не стоит. Для целей расчета с Минфином финансовая отчетность, конечно, показывать, как есть, но в финансовой отчетности, например, в форме второй, запросят показать и данные фактически из бухгалтерского учета, и данные фактического налога, рассчитанного по налогу на прибыль. То есть и получим какую-то гибридную форму, но в которой будут тоже фактические данные, ведь бремя платить налоги – это тоже обязательство перед бюджетом. Поэтому, когда отвечаем на какие-то вопросы такого характера, бухгалтер всегда в шуточной форме, а в каждой шутке есть только доля шутки, спросит, а сколько надо. То есть, если, и спросит у кого-то, то есть, если для целей Минфина ФНС считаем, мы будем читать инструкции, будем читать положение по бухучету, закон о бухгалтерском учете. Если исходить из фактической жизни, а сколько есть, конечно, будем считать, что если ног нет и назвать одну ногой и показывать, все равно, как хвост не назови, от этого сущность его не поменяется экономическая, хозяйственная, функциональная. Поэтому мы говорим, что ноль, или если ноги – это лапы, все равно четыре, как хвост не назови, ничего не будет. Сущность на то и дана сущность, чтобы ее отличить от всего остального. Но какие виды учета, мы с вами тоже скажем и увидим. Глобально весь хозяйственный учет или экономический, мы всегда говорим, что это количественное отражение и качественная характеристика каких-то хозяйственных явлений. То есть, качество и количество в неразрывной связи. Да, вы скажете, возможно, это и статистика, и все что угодно, но хозяйственный учет в том-то и дело, что включает в себя и статистический учет, и оперативный, и бухгалтерский. Когда мы говорим о видах хозяйственного учета, вы должны четко понимать, что полный учет нам всегда дает именно бухгалтерский учет. Статистика изучает все через призму выборочных совокупностей, глобальности, массовости общественных явлений. То есть, статистика может оперировать данными по отраслям, по регионам, по сфере деятельности, по видам деятельности. А бухгалтерский учет для конкретной компании – это прежде всего сплошной непрерывный метод регистрации всех фактов жизни. Когда меня спрашивают, что такое бухгалтерский учет, я всегда говорю, что это система. А что за система и что она в себя включает? Мы говорим, что система сбора, регистрации, обобщение всей информации в стоимостном выражении. О чем? Об основных категориях, о которых будем говорить, это основные категории баланса. Это активы, обязательства и капитал. Активы – все, чем богата фирма имущества. Обязательства – все, кому должны. И капитал – вроде бы источник имущества, но мы никому не должны. Александр Дюмас в своих произведениях всегда говорил и обращал внимание, что там, где бизнес, там всегда чужие деньги. И если спрашивают, что такое бизнес, это всегда чужие деньги. Эту мысль мы рассмотрим чуть позже и разовем. А сейчас мы скажем, что для бухучета характерно применение приемов и способов. Эти способы, конечно же, счетоводство, счетоведение, счета бухучета, двойная запись хозяйственных операций и процессов и бухгалтерский баланс. Все бухгалтеры делятся на две категории. Это балансоведы и счетоводы. Мы будем рассматривать учет через призму балансоведения. Ведь истинный бухгалтер – это знающий и понимающий бухгалтер. И это прежде всего балансовед. Счетоводство – тоже неотъемлемая часть бухучета, но быть счетоводом на каких-то участках можно. Глобально не понимать, что происходит. Заучил несколько движений проводок, а не понимаю, что происходит. Поэтому, чтобы понять учет, нужно начать понимать его именно с балансоведения. Вот когда мы говорим о балансе бухгалтерском и о балансоведении, первый вопрос возникает – с какими категориями будем работать. Значит, категория «актив» – это все имущество, чем богата фирма. Все, что у нас есть, откуда оно нам дано? Ну, вы скажете, если я знаю, что неудобно ничем не обладать, моя лишь мысль ее не удержать, то эта мысль все равно вам дана кем-то. Поэтому, то, что нам дано от бога, от родителей, на старте нашего функционирования. То есть, я могу четко говорить, пока меня не было в этом мире, у меня имущество было ровно ноль. Ну, и долгов было ровно ноль в обязательствах. Раз нет фирмы, нет субъекта хозяйствования, то и нет обязательств. И, соответственно, нет никакого капитала. А в момент создания фирмы возникновения рождается субъект хозяйствования, у него возникает какая-то сумма в активе. Кто нам это все обещал? Стартово. Тот, кто нас создал. Наш создатель. И мы будем говорить, что если на старте у меня 100 рублей, то эти 100 рублей я получил от учредителей. Учредители формируют уставный капитал. Вот уставный капитал категории – это собственный капитал. Это свои средства, которые мы вроде бы не должны никому отдавать. Обязательства – это то, что мы должны кому-то отдать. Вот на старте, когда меня родители воспроизвели на свет и пускают в жизнь, они дают нам все, что могут. Капитал в виде инвестиций в себя, образования. Они пытаются нам дать пропитание, еду, жилье и все, что можно. Соответственно, все, чем я богат – это заслуга моих родителей. Но это старт для субъекта хозяйствования. Есть такой анекдот в шуточной форме, но доля истины есть, и его нужно знать. То есть, что такое деньги, что такое финансы и что такое кредит. Вот когда спрашивают финансы и кредит, в чем отличие? Мы говорим о том, что если ребенок думает, что родители его финансируют, то есть обязаны ему и просто вкладывать, 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 то родители думают, что они в ребенка вкладывают, чтобы была какая-то отдача, чтобы на старости лет можно было гордиться. Или ожидать кружку воды. Или ожидать, что ребенок будет все так же иногда, хоть редко, заботиться. То есть будет возвратный характер. И вот когда мы будем с вами говорить о кредитах, то это всегда будет обязательство, обратный характер. И если будем говорить о финансировании, финансовой помощи, то это безвозмездный характер. А если будем говорить о стартово внесенном капитале, в уставный капитал, то каждый учитель хозяйствующей компании ожидает отдачи. И если он вложил 100 единиц на старте, то он будет ожидать, если не сразу, то через год, второй, чтобы хотя бы какая-то прибыль была и полученную прибыль распределять, получать дивиденды. То есть мы, живя в капиталистическом обществе, прекрасно понимаем, что каждая коммерческая организация создается с целью получения прибыли. И если учитель вложил свои 100 рублей в эту фирму, он ожидает отдачи получать дивиденды. Иначе вообще бы не занимался этим бизнесом. Из чего состоит актив компании? Мы говорим из капитала и обязательств. Как по-другому можно эту формулу записать? Что можно из этого извлечь? Это мы рассматриваем на теории бухучета. Вот сейчас глобально о доходах и расходах говорить не будем. Какое место прибыли? Место доходов и расходов в промежуточной форме баланса? Как научиться отличать одно от другого? Это, конечно, теория бухгалтерского учета. Всех приглашаем. Тема интересная. Но стартово уже сейчас вы знаете, что основное балансовое уравнение – это равенство имущества, активов и капитала, и обязательств. То есть, что если у меня 400 рублей, а родители на старте мне дали только 100 рублей? Возникает вопрос. Какие источники могут быть возникновения? Кредиты, займы, обязательства, верно, могут быть. А если я не брал обязательств, то откуда у меня 400 в активе, если стартово капитал 100? Дело в том, что те 100 рублей, которые дали мне родители, я не проел, а я на них купил шоколадки, шоколадки перепродал, затем купил еще шоколадки, купил муку, дрожжи, торт сделал, перепродал торт по большей стоимости. То есть, одно из свойств активов – это превращаться из одного вида активов в другие. То есть, купленная на старте мука превратится в торт. Торт превратим в дебиторскую задолженность. Дебиторская задолженность превратится в деньги. И вот этот круговорот активов в жизни компании может длиться бесконечно. Главная задача нашей компании – извлекать и получать прибыль из этих операций. А прибыль есть не что иное, как доходы минус расходы. Соответственно, если у меня доходы составили 10 тысяч, а расходы составили 9700, то вот эти 300 рублей есть не что иное, как моя прибыль. Надо ли делиться прибылью с бюджетом? Да, мы скажем – надо. Все зависит от того, на какой вы системе налогообложения и какие налоги как исчисляете. Но глобально с государством всегда надо делиться. Значит, если вы успешный бухгалтер, финансист, экономист, вы всегда будете делиться с бюджетом, и у вас фирма будет процветать. 400 рублей в активе – это 100 рублей в капитале в виде уставного и 300 рублей в прибыли в виде собственного капитала. То есть глобальная категория «капитал» ее называют категорией «собственный капитал». А какие виды собственного капитала? Мы сказали – уставный капитал, прибыль. А если прибыль была получена и мы захотели резервный сформировать на покрытие убытков, то будет еще и резервный капитал, добавочный капитал и все остальное. Значит, активы равно капитал плюс обязательства. Это основная формула баланса, которую нужно знать. Виды бухучета. Теория управленческий, финансовый. И выделяют еще и налоговый учет. Выделяют еще различные виды бухгалтерского учета. Бухгалтерский – это мы говорим финансово-управленческий и теория методология. А отдельно, параллельно с бухгалтерским ведут налоговый учет для цели налога на прибыль. Вот когда мы говорим о измерителях в бухучете, мы всегда говорим, что они натуральные, трудовые, стоимостные. Вот на этом слайде картинки какие можно увидеть измерители. Пишите в чате. То есть, например, из натуральных. Что мы видим? Веревку. В чем можно измерить? Плод можно в одной штуке, в штуках. Пачки, корешки, купюры – это тоже натуральные измерители. А веревку, шпагат там, в чем можно измерять? Мы говорим в метрах. Абсолютно верно. Метры могут быть квадратные, погонные, просто метры. Конечно, не в квадратных метрах. Можно ли веревку измерять в килограммах, в тоннах? Если это некое сырье, то, условно, конечно, можно. То есть, если вы покупаете 10 тонн веревки. Да, она спрессована, как-то там еще чего-то. Но измеряется в тоннах. И цена за тонну. Единицу измерения всегда решает производитель. Что производит и как продает. Но помним, весь бухучет глобально можно и нужно учитывать в стоимостном измерении выражения. Ведь именно стоимостная характеристика может между собой и плод оценить, и веревку, и все остальное. Вот вопрос такой. А какие есть трудовые измерители на этом слайде? Трудовые. Единицы труда. Труд мы измеряем, конечно же, в единицах времени. Но можем себе представить, что деньги ничейные. Нет, конечно. То есть, если вы видите на веревочке денежки, конечно, в конце веревки кто-то добудет. То ли это будет какая-то лебедка и машина и автоматический механизм. Машина-часы. То есть, потребуется 0,5 машина-часов, чтобы достать денежку из пруда. Или же другая характеристика. Человека-часы. Там на удочке в конце сидит рыбак и кого-то разыгрывает. Соответственно, ему необходимо 20 секунд, чтобы достать деньги из пруда. А можете больше. Если деньги еще не в плоти, не привязаны, а просто где-то в пакетике плавают, то есть, он потратит много усилий и попыток, чтобы достать эти деньги. Сам факт процесс зарабатывания денег, мы всегда говорим, что это единицы труда. И любое производство, любая деятельность не может обойтись без участия сотрудников, рабочих. То есть, вы не сможете бизнес организовать, если у вас нет рабочей силы. Функции бухгалтерского учета. контрольная информационная сохранность собственности, аналитическая обратная связь. Это мы смотрим в теории бухгалтерского учета. Какие есть задачи бухгалтерского учета. Как вести учет. Какие требования к бухгалтерскому учету. Принципы. Что такое принципы? Это основные правила ведения бухгалтерского учета. Конечно, независимость, автономность. Вот как центральный банк говорит коммерческим банкам, независимо существуете, независимо. Или как центральный банк не зависит от правительства, так же и главбух не зависит от генерального директора или еще более учредителей. Автономность и настолько автономность, насколько это возможно. То есть, имеется в виду, что отдельно имущество компании, отдельно имущество учредителей и учредителей. Все отдельно. Целостность, непрерывность, целостность, сплошной характер, последовательность, периодичность, осмотрительность, не завышать, не занижать. Принцип действующего предприятия гласит, что мы должны всегда считать, что фирма будет вечно существовать и каждый день в учете надо отражать. А принцип объективности настолько субъективен. То есть, там, где субъекты ведут учет, а мы с вами все субъекты, там не может быть объективного учета. И чем ближе мы идем к МСФО, международным стандартам финансовой отчетности, тем более мнение субъектов будет больше учитываться. То есть, важно мнение эксперта-бухгалтера, наше с вами мнение. Соответственно, мы говорим, насколько объективно могут субъекты вести учет, настолько нужно быть объективными. Почему другие принципы? Да, принципы можно перечислять до бесконечности. Например, должен ли законно вестись учет? То есть, нужен ли и обязательный принцип легитимности? Как вы считаете, законно ведется учет или незаконно? Надо ли учитывать нормы законодательства или ведем по своим правилам? бухгалтера? Конечно, надо. И мы говорим о том, что бухгалтерский учет нужно ввести по правилам бухучета, которые говорим в законе о бухучете. Там их мало. В методических указаниях по бухгалтерскому учету, в положениях по бухгалтерскому учету, надо ли обязательно слушать письма Минфина, ФНС. Прислушиваться можно. Но это письма, а письма носят рекомендательный характер. Когда говорим о балансе, баланс организации, баланс это двусторонняя таблица. И, конечно же, в этой таблице есть составные элементы. Первое, мы сказали, что баланс состоит из актива. Актив баланса это все то, что способно приносить выгоды. Это западная трактовка. Конечно, можно сказать, что это все, чем мы богаты. Все, что нам дано, все, что в нашей собственности, это все наш актив, актив баланса. Если говорить о разделах, как делятся активы, то активы разделяются на две категории. Внеоборотные активы и оборотные активы. Внеоборотные больше 12 месяцев, оборотные меньше 12 месяцев, меньше года, меньше одного цикла производственного условия. Значит, то, что больше года, это основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения. Мы говорим о том, что то, что больше года, оно, как правило, будет приносить вам выгоды на протяжении длительного периода времени. Почему говорю как правило? Потому что мы исходим из наших ожиданий. Вы не ясновидящие и не можете знать, когда будет списан ваш станок, если вы его купили и приняли к учету позавчера. Конечно, вы ожидали, что через два года или через три, или через пять. Но через два месяца наступает форс-мажор, руководство говорит, нужно срочно продавать, не за что жить. Или продаем всю технику, все основные средства, или пусть учредители помогают, тоже вариант. Но учредители сказали, нет, детище выбилось из русла, не приносит доходы, не отчитывается, не поддается контролю, а мы иногда так можем делать. Если бухгалтер не ведет учет, не объективно предоставляет информацию, занимается мошенническими операциями, не дай бог, то, соответственно, всякие ситуации возможны. Поэтому начали руководство начинает распродавать все имущество. До конца года, пока нас будут увольнять, уже имущество у компании не осталось. То есть, конечно же, бухгалтер должен сигнализировать о том, что если убрать все основные фонды, фирма не будет существовать, ее придется аннулировать, ликвидировать. Оборотные активы, все, что меньше года, мы говорим о том, что все, что меньше года, участвует в процессе производства. Сырье и материалы, готовая продукция, товары отгружены, затраты в незавершенном производстве, дебиторская задолженность, нам должны покупатели и заказчики, краткосрочное финансовое вложение и денежные средства. Вот я хочу на категории денежные средства остановиться. Деньги это не капитал. Вот грубейшая ошибка многих начинающих бухгалтеров, что путают капитал и деньги. Деньги это то, что у вас на счете и в кассе. Капитал то, что направлено на инвестирование в себя. То есть, если мы говорим о капитале, капитал то, что дали нам родители и то, что мы сами заработали. И вот главный вопрос всех учителей. Почему прибыль показываете 10 миллионов, а денег у вас 20 тысяч? Потому что деньги не стоят на месте. Мы их получили, мы их заплатили, мы купили потом сырье, товары, перепродали. То есть, у нас деньги в оборотах, они вложены поэтому глобально ликвидных средств баланс строится по степени увеличения ликвидности. От минимальной ликвидности к максимальной. И мы говорим о том, что если у вас острая необходимость платежа поставщикам и денег нет, вам придется отказываться от чего-то. например, вы начнете искать покупателей, которые вам должны и требовать с них долги. Вы начнете продавать еще товары, сырье и материалы, а если это не поможет, придется продать последние и основные средства, здания, сооружения, все, что у вас числится в собственности. Имущество все, чем мы богаты. если вы ничем не богаты, подумайте, может у вас есть какие-то нематериальные активы, может у вас есть какие-то права требовать что-то. Вам оставили наследство и вы должны объявить право, что мы претендуем на это наследство. То же самое здесь. Если вы не заявите свои права, классический случай, имущество застраховано, автомобиль застрахован, наступил страховой случай, а мы скромничаем и не заявляем нашей страховой компании, что страховой случай наступил. По идее право, что нам должны покупатели и заказчики, в частности это прочий покупатель, но это не покупатель, а это дебитор, нам должен в связи с тем, что наступил страховой случай. Он никогда в жизни не узнает, что нам должен, пока мы ему не предъявим претензию, требованный. Как вы думаете, мы застраховали на 700 тысяч наш автомобиль, страховая все 700 тысяч нам должны или нет? Только ту часть, которая по страховому возмещению. а они скажут страховой случай наступил на 3%, вот вам и 21 тысяч рублей. Мы конечно можем возмущаться, но 21 тысяч это хорошо, чем ноль. Поэтому если вам кто-то должен что-то, нужно не стесняться, не скромничать, а объявить, что наступил страховой случай и запросить долг вам. пока вам не заплатили, вам должны, а задолженность вам нам это всегда актив. Вот когда нам должны, мы такую задолженность называем дебиторской задолженностью, дебиторская. Когда мы должны, называется кредиторская. Так вот дебиторская задолженность всегда в активе. Что такое пассив бухгалтерского баланса? Пассив бухгалтерского баланса, прежде всего, капиталы резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. И вот когда мы говорим о пассиве бухгалтерского баланса, прежде всего, надо понимать, что капитал, то, что нам дали родители-учредители, это уставный капитал. Уставный, а не уставной. Мы говорим, что здесь ключевое. Уставный капитал. Добавочный. То, что возникает в процессе деятельности. Резервный. Из прибыли мы формируем. И неразбедленная прибыль убыток. Убыток всегда в скобках с минусом. Убыток это означает, что мы проели наш капитал. Минус. То есть, если уставный был 500 тысяч, а мы получили убыток минус 300. Весь наш капитал собственный всего 200 тысяч рублей. Итог по разделу третьему будет 200. Скажите, как так? Потому что числится в учительных документах сумма 500. Мы проели убыток 300, 200. Собственный капитал. Что такое обязательство? Обязательство. Это когда мы должны. Кредиторка. Кредиторка. Кредиторская задолженность. Мы должны. Я хочу, чтобы вы отметили три причины возникновения долга. Мы всегда должны по трем причинам. Других просто практика и закон не знают. Первая причина долга. Это всегда закон. Первая причина. Это всегда закон. Я всем слушателям всегда на занятиях даю шпаргалки. И они все отражают в шпаргалках все основные нюансы. То есть, если их всего три, только три мы знаем всегда в каком случае, какая причина работает и почему мы отражаем договоры и задолженность. Вот первая причина – закон. Если есть какие-то обязательства. Долгосрочные, краткосрочные. Мы говорим по закону, что из этого мы должны. Займы и кредиты. Конечно же, по закону, если прописано в гражданском кодексе, что такое кредит, что такое заем. Соответственно, мы говорим о том, что да, в норме закона прописано, но это не означает, что все, что прописано в законе, мы должны сразу. Вот задолженность перед персоналом есть трудовой кодекс. Должны? Должны. Задолженность перед бюджетом. Должны? Должны. Перед бюджетом по налогам и сборам. Перед органами внебюджетных фондов, но это госорганы тоже, государства. Мы тоже должны. И возникает вопрос, почему мы должны? Потому что есть закон. Если в законе прописано, что при возникновении какой-то налоговой базы надо брать на такую налоговую ставку и считать налог, то мы будем это делать. Мы будем отражать задолженность и в ФСС, и в ПФР, и в ФФОМС, и в налоговую бюджету, в региональный бюджет, и в субъекты федерации. Все будем делать. Вместный, федеральный бюджет. Наша задача понимать отношения, а в бухучете самое важное, это всегда отношения. Если мы разбираемся кто, кому, что должен, мы будем самыми успешными. Если интересно, что общего между активами и обязательствами, то, что и те, и другие делятся по срокам больше 12 месяцев и меньше или равно 12 месяцев. Вот как узнать мука, которая на складе хранится 3 года? Это что? Мука – это всегда актив, и к обязательствам ничего общего не имеет. Поэтому основное правило всех начинающих бухгалтеров – не путать активы и обязательства в одну корзину. Мука – это имущество. Да, она на складе больше 3 лет. Хоть она там будет 100 лет, все равно это оборотный актив. Потому что, исходя из ее назначения, она завтра может быть использована и отправлена на булочки-пирожки. Если нас спрашивают, займ на 10 дней. Друг нам одолжил 100 рублей. Сказал вернуть через неделю, когда смогу. Но через неделю. Или когда смогу, или через неделю. Соответственно, ему нужно будет там к 2 октября денежки назад получить. У меня вопрос возникает сразу. Это что? Это займ. Меньше года? Меньше. Значит, это кредиты и займы, которые мы показываем в краткосрочных обязательствах. Но сам факт получения кредита – это всегда двойственная структура. Двойная запись. Почему? Потому что долги будут увеличиваться, а денежки в кассу поступят. То есть, увеличится обязательство на 100 рублей, увеличится и денежки на 100 рублей. В чем отличие, кто скажет, в чем отличие кредитов от займов? В чем отличие, как мы считаем? Отличие кредитов от займов. Пишут в процентах. То есть, что в одном случае есть проценты, в другом – нет. Ну да, согласно закону о банковской деятельности, у нас не может быть беспроцентных кредитов. Но отличие не в этом. Сущностное отличие в чем? В том, что займы всегда между юрой и физлицами, а кредиты кредитором является только кредитная организация или банк. То есть, мы говорим о том, что вы не сможете оформить с, например, каким-то ломбардом договор кредитный. Это будет договор займа. Но я не советую с ломбардами участвовать в таких делах, потому что мало не покажется. Ставки будут приличные. Мы говорим о том, что займы между юрой и физлицами, кредиты только у банков, только у кредитных организаций. В этом и отличие. Кредитный договор кредитор банк, договор займа юрой и физлицом. Зная, что есть активы и пассивы. Зная, что есть имущество и источники имущества. Вот всегда бухгалтера интересуются вопросом или ученые, что первичное. Это актив бухгалтерского баланса имущества или источники его возникновения. Вот давайте представим, что это монета. Орел у нас актив, что есть, чем богатый. Но решка, это кому мы должны за то, что у нас это есть. Вот если я вижу, что у меня всего активов на сумму 100 рублей. Всего 100 рублей. В не оборотных 20, оборотных 80. Но всего-то 100, чем я богат. Я могу всем говорить, что у меня в имуществе 100 миллионов, 100 миллиардов, 100 тысяч. Могу. Я показываю вам баланс, показываю актив 100 тысяч. Вы скажете, не, покажите мне и пассив баланса. То есть, чтобы мы четко понимали, кому вы обязаны и кто завтра постучится в дверь. Если у вас 5 тысяч, 50 тысяч и 45, всего до 100. Но в обязательствах, если меня спросят, сколько всего обязательств в этой компании, как финансового директора, я, конечно же, отвечу. Господа, с ними нечего иметь дело. У них 95% долгов. Опять своего. Конечно же, категорично так заявлять не стоит. Нужно посмотреть, а кто кредиторы этих 50 тысяч или займов. Если я вижу, что это займ беспроцентный или с процентом каким-то. От учредителей, то по факту, это не что иное, как маскировка капитала. Просто учредители тоже хитренькие. И они с какой целью? Они думают, что нам увеличивать свой уставный капитал, который у нас там 5 миллионов. Что увеличивать эти 5 миллионов? Если лучше займом вносить 50 миллионов. Займы в любой момент они заберут. Поэтому опасно работать с такими клиентами-контрагентами, у которых в обязательствах большая часть придется вернуть. Но вернуть придется 95, это когда-нибудь. А в текущем году нужно отдать половину. То есть, нужно отдать половину почти. Это 45 тысяч со всех 100. В текущем году нужно погасить. Я смотрю, что у меня в активе. Они не захотят сразу чего-то ждать. Они захотят забрать все деньги. И если из 80 оборотных у меня отнимут 45, и реально останется 35 оборотных, то я не смогу осуществлять свою деятельность. Останусь без денег, без товаров, без готовой продукции, без материалов. То есть, мы говорим, что если заберут все, это плохо. Поэтому, когда вас спрашивают, что первично, актив или пассив? Курица или яйцо? Что первично? Мы всегда говорим первичные отношения. То есть, и не актив, и не пассив, а это все одновременно. Если в активе пришло, изменилось что-то, могло измениться, могло не измениться. Но мы говорим, что если что-то меняется, всегда есть на то причина. Вот если вы умеете разбираться в отношениях и находить причины, вы будете самыми успешными. Этому мы учим на теории бухгалтерского учета на наших курсах. Разбираться в отношениях. Итак, мы говорим о том, что относительно баланса существует четыре типа хозяйственных операций. Четыре типа хозяйственных операций. То есть, мы сказали, основное уравнение баланса – это активы равно капитал плюс обязательства. Или актив равен пассиву баланса. Капитал и обязательства – это пассив, актив – это имущество. Так вот, если рассматривать, какие возможны изменения внутри компании, то все изменения сводятся к четырем типам хозяйственных операций. Первый тип – это когда мы говорим о том, что изменения в рамках актива. Например, я взял муку 2 кг, воды 200 г, одно яйцо, дрожжи, соль по вкусу и замесил тесто. Это означает, что у меня на складе муки, дрожжей и воды будет меньше, минус уменьшается, минус х. Но при этом сразу плюс х возникает в производстве. Я не могу сказать, что тесто – это что-то плохое. Тесто – это будущий хлеб, булочка, еще что-то. Да, это тесто, оно не доведено еще до ума, но пройдет 15-20 минут или час, и у меня будет готовая продукция. Вот пока это время не наступило, у меня какие операции? Со склада ушло – показываю минус по складу имущества. Пришло в производстве – показываю плюс в производстве. Если я гоняю муку в тесто для целей отношений с поставщиками, с кредиторами, с учителями, что-то меняется? Нет. Я просто сам распоряжаюсь, как управленец, своими активами. Я решил, что там мука простаивает? Лучше замесим тесто, продадим хлеб. И мука, которую мы купили, килограмм муки за 40 рублей, мы получим 5 булок хлеба по 20 рублей по продажной цене, я имею в виду. И, соответственно, себестоимость мы потратили 40, мука, вода, дрожжи, получим 160 рублей на ровном месте. Вот как возникает прибыль. Доходы минус расходы – получится прибыль. Но стартово нужно работать, чтобы прибыль излечь. И если мы мертвым грузом оставим на складе эту муку, она сама из себя ничего не произведет. То есть труд и еще раз труд. Точно так же мы трудимся на теории бухгалтерского учета. Если мы делаем все операции, отражаем и стараемся, у нас все получается, и мы получаем приличный гонорар, зарплату и все остальное. Если у нас глаза не горят, и мы ничего не хотим от жизни, конечно, мы можем попытаться вам помочь на наших курсах, но истинная мотивация, она всегда внутренняя. То есть дать вам инструмент мы всегда рады и сможем. Мы должны получить от вас ваше желание, упорство добиваться и изучать, и познавать. Вот если сказано, что за счет прибыли увеличен уставный капитал, за счет прибыли сформирован резервный капитал. И банальный пример. За счет прибыли начислены дивиденды. То есть прибыль, пассивный счет будет уменьшаться на 100 рублей, а капитал будет увеличиваться на 100 рублей. Или прибыль будет уменьшаться, а долг по дивидендам учредителям будет увеличиваться. То есть, когда разборки только в составе пассива, мы понимаем, что это идет передел имущества, передел капитала. Если один учитель продал свои акции другому учителю, нам что от этого? Мука как была? Была. Тесто было? Было. То есть, мы не путаем между собой процесс брожения теста и процесс разборок, и кто там нас выкупил, и кто сколько держит наших акций. Это все разные котлы. Имущество превращается в активы в другие формы. О разборке отношений и учителей между собой, и с поставщиками. Если один поставщик говорит нам, так, платите мне 100 тысяч, а 70 платите Петрову. Глобальный наш долг поставщику 170 тысяч. Но он говорит, 70 платите Петрову. А кто такой Петров, нам знать не надо. Надо знать, что есть просто переуступка права, нас уведомили. В сессии есть договор, договор о переуступке прав, различные инновации, разные формы есть. Мы говорим о том, что нас просто уведомляют. Да, если я должен 170 тысяч, какая мне разница, платить 100 и 70 или 170? Да, комиссия банка, мы говорим, что это можно пережить. Но глобально мы не 100 должны одному контрагенту, а уже 170 разным. То есть были 170, теперь должны 100 и 70. Сумма долга не меняется, но меняется кредитор. Вот когда меняется движение в составе пассива, мы говорим, это или капитал, или обязательство. То есть что-то будет изменено, или два обязательства меняются, или два капитала, или и там, и там. Вот я хочу примеры на первый и второй тип с вами сейчас рассмотреть. Сказано, отпущены материалы в производство. Что материалы? Это актив, имущество. Что с ними произошло? Они уходят, уменьшаются. То есть активы уменьшаются. Дальше вопрос. Что производство? Что там в производстве? Затраты производства. А производство и затраты производства, это все актив. То есть, по сути, со склада взяли муку и отправили в тесто замешивающий аппарат. Значит, соответственно, у нас тесто больше, муки меньше. Глобально в активе что-то поменялось, только структура, что меньше материалов, больше затрат. Но глобально весь актив как был 100%, так и остался. Это первый тип хозяйственных операций, когда говорим, что только один актив уменьшается, и на эту же сумму увеличивается автоматически второй актив. Следующий пример. Получены с расчетного счета в кассу наличные деньги. Что деньги? Деньги получены, значит, мы говорим в кассу. Это будет дебет счета. Дебет счета, касса, или говорим, что актив увеличивается. Ну, пока категорию дебет-кредит употреблять не буду, потому что мы о них еще и не знаем. Что дебет актива, прошу прощения, что увеличивается актив с плюсом, касса, расчетный счет. А откуда? С расчетного счета. Расчетный счет тоже актив. Два активных счета. Деньги – это всегда актив. А какие формы денег существуют? Наличные и безналичные. Наличные всегда в кассе, безналичные на расчетном счете. Два актива – это первый тип операции. Операции, которые вызывают переход средств из одной формы в другую, затрагивают только актив баланса. Равенство итогов при этом сохраняется. Актив равен пассиву, как был равен, так и равен всегда. Но сумма была 500 тысяч в активе, так и 500 и осталось. Просто 100 рублей на счете, а в кассе 20. А были все деньги на расчетном счете, все 120, а в кассе 0. То есть меняется удельный вес. Часть прибыли направлена на формирование резервного капитала. Что прибыль и что капитал? Капитал увеличивается – пассивный счет. Прибыль уменьшается – тоже пассивный счет. Два пассивных счета. Это второй тип хозяйственных операций. А вот следующая операция интересная. Удержан НДФЛ – налог на доходы физлиц. Из зарплаты сотрудника. Значит, у нас есть что? Бюджет. И есть сотрудник. Зарплата. Возникает вопрос. Если я должен сотруднику 100 рублей, условно, я ему должен по понятиям, по закону. Мы с вами сказали, первая причина возникновения обязательства – это, конечно же, закон. Вторая причина – это договор. То есть, если есть трудовой договор с сотрудником, я ему должен зарплату начислить. И третья причина возникновения долга – это, конечно же, деликт по понятиям. Когда я кому-то причинил ущерб, осознанно или неосознанно никого не интересует, но я должен взять на себя ответственность и погасить долг. У нас в одном коридоре, допустим, на одном этаже несколько компаний. Я случайно, когда мы заносили мебель, то есть наши водители, погрузчики, задели их дверь и нанесли ущерб. Не важно, дорого или дешево, но сам факт. Мы должны поступить по понятиям, как возместить материальный ущерб. Материальный, моральный, но мы должны или отремонтировать дверь, или новую поставить, или после наших манипуляций она не закрывается и вообще перекошена в обратную сторону. Значит, нужно звать мастеров и ставить новую дверь. Кто возьмет на себя эти издержки? Конечно же, мы. На ровном месте. Мы с ними договор заключали? Нет. Мы их знаем? Знаем, не знаем. Надо показать. Они примут работу. То есть, это все нужно будет показать. Когда говорим, что на ровном месте возникают долги, это причина возникновения обязательства, деликт, или по понятиям. Всего три причины возникновения долга. Вот по поводу НДФЛ. Налог – это всегда долг бюджету. Или бюджет нам должен, или мы ему. В данном случае бюджет говорит, господа, удерживайте ставку налога из дохода. Допустим, 13%. Значит, от 100 тысяч возьмем 13%. 87 тысяч будем должны после этого сотруднику. Не 100, а 87. А 13 бюджету. Возникает вопрос. В долгах что-то поменялось кардинально? Я как был должен 100, так и должен 100. Но кому я их буду платить, это другое дело. Уже буду платить 87 сотруднику, а 13 бюджету. То есть, это второй тип хозяйственных операций. Когда два обязательства. Обязательство перед сотрудниками уменьшается, обязательство перед бюджетом увеличивается. А обязательство, мы сказали, это пассив. Два пассивных счета, это второй тип хозяйственных операций. Третий и четвертый тип хозяйственных операций связаны прежде всего. Лариса, конечно же, мы говорим о том, что категория закон будет, если будет решение суда. И если же пока решения суда нет, это может быть и в категорию договор, если мы выйдем на мировое соглашение. Но зачем допускать до этих судебных разбирательств, если вы должны почувствовать на себя ответственность. А если нас понятия ничему не учат, моральные этики, нормы права, то суд нас в любом случае обяжет. Вы скажете, как докажут. Но если вы знаете, и это подтвердит транспортная компания, перевозчики, еще кто-то, да, было дело. То есть вы можете на них все это скинуть. Может и мы виноваты, наш коллега. Тут дело морали, этики, кто возьмет на себя вину. То есть если мы виноваты, мы должны отвечать по своим правам. Ну, другой пример. Вы арендовали автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 6 миллионов. Для руководителя. И этот автомобиль на следующий день там украли или через месяц, или попали в ДТП. Все здоровы, живы, слава Богу. Но сам факт, что мы причинили ущерб. Мы должны возместить там ремонт автомобиля, или издержки, связанные с ДТП. Конечно. То есть это не оговаривать. Даже если это не оговорено в договоре, придется нам пожимать плечами и делать задний ход, типа мы ни при чем, мы не имеем к этому отношению. Но нас будут через суд тягать, и рано или поздно это будет решено. То есть если не деликт, если понятия не работают на старте, будет, конечно же, судебное решение. У нас есть органы законодательной власти, есть органы исполнительной и органы судебной. Если законодательная власть глобально не работает, и по понятиям у нас морали нет, то суд расставит все на свои места. Третий и четвертый тип. Эти типы операций связаны прежде всего с изменениями как в активе, так и в пассиве баланса. Только одно существенное но. Операции третьего типа увеличивают и актив, и пассив. Операции четвертого типа уменьшают и актив, и пассив. То есть, если пришла мука от поставщика, это операция третьего типа. Почему? Что мука? Мука это что? Актив. Имущество увеличивается всегда в активе. Плюс. Мы говорим, что долги поставщику. Если он меня отгрузил на 200 тысяч рублей, конечно я ему должен 200 тысяч. То есть я покажу, плюс 200, плюс 200. Получил муку на склад, но я ему должен. Я радуюсь? Конечно радуюсь. Потому что муку я получу булочки, булочки продам и тогда рассчитаюсь. Но это если так, а если надо сразу платить? Значит надо платить. Вот что происходит, когда я решу заплатить? Менеджеры у нас самые успешные. Они договорились о частичной оплате. 70 рублей платим сейчас. С расчетного счета минус 70 уходят. И долги исчезают автоматом на минус 70. Возникает вопрос. Сколько мы должны поставщику? 200 минус 70? 130. Сколько денег осталось на счете? Было 300, осталось 230. Сколько материалов? Материалов муки плюс 200. Было 0, плюс 200, осталось 200. Так вот задача бухгалтера отражать все эти операции. Когда покупаем, когда продаем, когда пришло, когда ушло. Все движения. Здесь легко, потому что всего этих типов, 4 типа хозяйственных операций. На теории бухгалтера мы решаем множество задач. Если у вас на сайте, или у нас на сайте где-то написано, что минимум 180-200 проводок, так это действительно минимум из минимума. Потому что проводок у нас порядка 500, 700 и 1000. То есть, минимум, мы говорим о том, что вы будете знать все факты жизни. А фактов жизни это 4 типа операций. Только 4. Других не существует. Вот, зная 4 типа хозяйственных операций, я к счетоводству не перехожу. А мы сейчас закрепим и решим задачу. То есть, мы знаем, что есть активы, есть капитал, есть обязательства. Мы решим задачу, курс балансоведения гласит о том, что можно ввести бухгалтерский учет и без счетов бухгалтерского учета. Те же международные стандарты финансовой отчетности. Конечно, можно и не придумывать планы счетов. Зачем он нам нужен? То есть, план счетов не важно. Важно понимание, что происходит. Вот сейчас на примере сокращенной формы баланса, такой в жизни нет никогда. Просто мы сейчас потренируемся. На типы хозяйственных операций. Значит, если сказано, что В части материалов минус 30, в части производства незавершенки в цехах плюс 30, что могло произойти? Я думаю, материалов было 80, их уменьшают, а материалы это актив, на 30 единиц. Ну, наверное, куда-то решили передать материалы со склада. Думаю, куда? Передают по требованию накладной в цех номер 1 по производству бисквита. Значит, затраты в производстве бисквита, это тоже актив, возрастают на 30 единиц. У нас уже ушло на производство бисквита 60 единиц ранее. 30 ушло сейчас, всего 90 уже в затратах. А материалов пока на этом этапе только 60. Возникает вопрос, какой тип хозяйственных операций, если минус 30 материалов плюс 30 производства? Какие варианты, если есть 4 типа хозяйственных операций? Я напомню. Первый тип, когда только актив увеличивается, уменьшается. Второй тип, когда только пассив увеличивается, уменьшается. Третий тип, когда плюс в активе, плюс в пассиве. Третий тип. И четвертый тип, когда в активе минус и в пассиве минус. Ну, актив у нас здесь, минусы, плюсы. А пассив у нас здесь, минусы, плюсы. Пассив баланса, актив баланса. Вот если только в составе актива, это всегда первый тип. Следующая ситуация. Да, первый тип, согласен. Значит, если следующая ситуация. У нас плюс 16 материалов, плюс 16 поставщики. Плюс 16 материалов, плюс 16 поставщики. Актив баланса, пассив баланса. Значит, что происходит. Поступили на склад материалы от поставщиков. Но при этом в учете я показываю два плюса. И в активе, и в пассиве. Какой тип хозяйственных операций? Третий. Потому что и увеличивается актив, и увеличивается пассив. Самое главное в учете разбираться в типах операций и где актив, где пассив. Если вы это будете понимать, считайте, что вы уже супер бухгалтер. Потому что многие бухгалтера этого даже не знают. Вот следующая операция. Плюс 8 кредиты. Плюс 8 расчетный счет. Что произошло? Два плюса. Это у нас третий тип операций. А что произошло? Как мы думаем? Кто желает общаться, можете включить микрофон возле своей фамилии. Главное, чтобы не было посторонних шумов. Можете включить. Я разрешаю. Получили кредит. Да. Получается, мы получили деньги у банка. Значит, хорошо. Операция следующая. Если сказано, минус 5 расчетный счет. На расчетном счете минус 5. И поставщики минус 5. Заплатили с расчетного счета поставщикам 5000 рублей. Меньше денег на счете, меньше долгов. Актив минус. Пассив минус. Минус актив, минус пассив. Четвертый тип хозяйственных операций. Верно, Лариса. То есть мы говорим о том, что типы хозяйственных операций показывают движение имущества. А движение имущества, капитала, обязательств, это все сказывается на состоянии наших дел. Потому что было 480 всего имущества, стало 489. Вот я хочу, чтобы это все мы сейчас закрепили на задачке. Эта задача очень важна для понимания бухгалтерского учета. Вот какими инструментами может пользоваться бухгалтер в решении задачи? Он может отражать задачи в Excel. Конечно же мы рекомендуем продукты фирмы 1С, бухгалтерию. И в бухгалтерии все отражать. Я сейчас вам покажу в Excel простейший пример, потому что задачка простейшая. А уже дальше будем с вами что-нибудь использовать в части, конечно же, 1С бухгалтерии. И мы всех приглашаем на курс 1С бухгалтерии. Значит, мы говорим, что для того, чтобы ввести учет, достаточно понимать, что происходит. А что происходит, я буду понимать, исходя из... Значит, мы говорим о том, что у нас есть актив-пассив. Актив и пассив-балансы. Автосумму делаю, чтобы увидеть, что у нас получится. То есть у нас есть данные. Значит, читаем. Задачка. Это задача из реальной жизни нашего героя. Мы должны сейчас вести учет данного героя. Мы можем вести учет, даже не зная, считая и двойную запись. Ведь мы понимаем балансоведение и понимаем 4 типа хозяйственных операций. А это уже, по сути, есть двойная запись. Смотри, я одолжил у тебя 100 рублей, пока шел по улице, тут же их потерял. Когда предложения сложно сочиненные, мы, конечно же, должны их разбивать на простейшие. Вот простое предложение. Я одолжил у тебя 100 рублей. Что происходит в этом факте жизни? Думаем. У меня на старте был актив 0,0 и пассив 0 и 0. А тут я одолжил у друга 100 рублей. У нас будет в активе плюс, в пассиве плюс. Я думаю, как много здесь статей. Что бы здесь отразить? В активе 100. То есть я пишу 100. В пассиве 100. Смотрим. Равенство выполняется. Валюта баланса выполняется. Соответственно, 100 и 100 в активе и в пассиве мы, конечно же, должны с вами подписать. Я вот рядом подпишу, чтобы понимать, что все четко понимали, что это касса. Потому что мне друг одолжил наличными. Если бы на карточку перечислил, безнал. И в пассиве 100 рублей я пишу друг, номер 1. Друг 1 и касса 100 рублей. 100-100. Помните, 4 типа операций, но не было такого типа, чтобы актив не был равен пассиву. Если вас просят на собеседование, в каком случае актив не равен пассиву, вы должны, не думая, сказать, нет таких ситуаций. То есть, конечно, в случае, когда бухгалтер не понимает, что он отражает в учете. Дальше. Пока шел по улице, тут же их потерял. Вот что происходит, когда мы теряем активы. Можно рассмотреть расширенную формулу баланса уравнения. Активы плюс затраты расходы равно капитал плюс обязательства плюс доходы. Как это получается, мы смотрим на теорию бухучета подробно. То есть, мы выводим эту формулу и всегда понимаем отличие доходов от расходов. Но расходы у нас на ровном месте можно прочувствовать. Я предлагаю всем прочувствовать, что если вы теряете денег, вы будете предпринимать меры, чтобы их найти. Да, вы будете из кожи вон лезть, чтобы вернуться, искать, у друзей узнать, у кого-то. Но, увы, так случается, что мы их вернуть не можем. И получается, в этом случае у меня в кассе пусто. А когда пусто в кассе, я должен что сделать? По кассе показать минус 100. Минус 100 по кассе, это актив уменьшается. И параллельно возникает что-то еще, то, что неприятное, но оно есть, это, конечно, прочие расходы. На ровном месте 100 рублей, прочие расходы. То есть, если я кассу минусовал, а расходы с плюсом записал, какой тип хозяйственных операций? Если видим, что только в активе движения. Увеличилась одна статья, а уменьшилась другая. При этом, мой друг знать не знал, что я эти деньги, которые у него взял утром, потерял. И мне стыдно ему сказать. Он подумает, что я пытаюсь его обмануть или что-то ему там не вернуть этих денег. То есть, 100-100, актив равен пассиву, все есть, хорошо. Первые события в жизни героя мы отразили в учете. И как главный бухгалтер нашего героя, мы идем дальше. Следующий факт отражаем. Потом по пути встретил друга и одолжил у него еще 50 рублей. Уже у другого друга, с цельного первого. Значит, у нас есть некий друг номер 2. Мы у него берем 100 рублей, 50 рублей. А 50 рублей, как он нам предоставит? В кассу наличными или на карточку? Скажем, в кассу плюс 50 в активе. Но и долг возникнет плюс 50. Два плюса в активе плюс 50. И в пассиве плюс 50. Как вы думаете, валюта баланса увеличится и там и там на плюс 50? Увеличится. В кассе больше денег радуемся, но и долг другу радуемся. Если я вас спрошу и задам вопрос, что нам утром оставили на тумбочке родители? Что мы заработали за день? Прибыль была какая? Нет. Какая там прибыль? Мы пока финурезы не считали, но начало дня не было ничего. Мы начали день с нуля. Ноль в активе, ноль в пассиве. И как только мы нашли друзей, мы радовались 100 рублей, но тут же их потеряли и огорчились. Огорчились, потому что не на что жить и должны другу. Он даже не знает, что у нас беда или что-то там еще. Нашли второго друга. Валюта баланса равна. Смотрим дальше. Захожу в магазин и покупаю две шоколадки. За штуку. По 10 рублей. Думаю, с кем отношение? С магазином. Что в учете первично? Отношения. Вот если вы в учете должны отразить отношения, мы должны подумать, кто кому что согласно этому учету. Значит, согласно нашим данным, есть еще некие отношения с магазином. И есть имущество, которое мы покажем. Шоколад. Первое, что я на секунду раньше беру шоколадки. То есть я их беру к себе. Две шоколадки по 10 рублей. Но в этот момент, когда я взял с прилавка шоколадки, я должен магазину две шоколадки по 10 рублей. То есть пока я наполняю свою корзину, мой долг перед магазином автоматически возрастает. И я и по закону, и по понятиям, я догадываюсь, что я не могу уйти из магазина, не оплатив покупку. За меня не выпустят. Почему? Потому что я взял чужое имущество. И чтобы перешло право собственности, я просто обязан в данном случае магазину заплатить. Могу я попросить продавщиту знакомую, запишите меня там в тетрадочке. Могу, тогда заплачу, завтра, послезавтра. Попросить-то могу, но запишет ли она меня и знает ли меня, что 20 рублей я ей доплачу позже. То есть это уже вопрос договорной. Как договоритесь с контрагентом, так и будет. Если не платим сразу, показываем долг. Мы сейчас должны заплатить из кассы. То есть мы ей деньги, она нам шоколадки. Вот шоколад мы получили раз, кто кому должен, она нам. Или мы ей. Раз мы уже получили по договору с ней шоколад, то мы ей должны за этот шоколад заплатить. У нас какие варианты оплаты? Можем безналичными перечислить со швейцарского счета в банке. Только у нас там денег нет на этом счете. И можем из кассы взять 20 рублей. Вот принято решение из кассы заплатить наличными. Когда мы платим из кассы, в кассе будет меньше на 20 рублей. А я обращаю ваше внимание, что мы ведем учет с вами как? Непрерывно, сплошным методом. Я не пишу по кассе просто минус 20. А у меня в кассе все операции, которые там были. Я буду вести отчет кассира и кассовую книгу. И у меня там все движения будут по времени. Что было 100, ушло 100, пришло 50, ушло 20. Я из учета не могу вырезать что-то. Все сплошным непрерывным методом. Деньги уходят. Вот если бухгалтер покажет, что деньги ушли, и не покажет, что долг ушел. У нас будет дисбаланс. А когда минус актив, деньги уходят. И уходят долги в пассиве. Все равно валюта баланса будет выполняться. Только она уменьшится одинаково. Минус 20 деньги в кассе, минус 20 долги. Возникает вопрос. Надо уменьшить долги на 20 рублей. Смотрим. Валюта баланса равна. То есть бухгалтер после каждой своей записи в учете должен проверять, что активы равны пассиву. Я пошел и отдал тебе, первому другу, оставшиеся мои 30 рублей. Что это значит? Это значит, что знаю себя рассеянного. Как я умею распоряжаться активами. Не очень. Потерял уже сотку. Не хочу повторить ситуацию. Я спешу отдать из кассы по кассе минус 30 другу первому. Обратите внимание, два минуса. Когда мы платим кому-то по долгам, это всегда четвертый тип хозяйственных операций. Минус в активе, минус в пассиве. Валюта баланса, конечно, будет автоматом на 120 рублей меньше. Теперь давайте смотрим задачу, что считает наш друг. Я пошел и отдал тебе эти 30 рублей. И остался тебе должен 70. Думаю. Другу первому должен 50. Второму. Первому 70. То есть всего долг составит 120 рублей. Но герой наш на этом не останавливается. Он говорит. Да что у меня еще есть? Две шоколадки по 10. 120 долгов. Плюс две шоколадки. 140. А где же еще 10 рублей? Изначально же было 150. Вот вопрос ко всем слушателям. Куда делись 10 рублей? И в чем заключается вот недопонимание нашего героя? Наш герой не бухгалтер. Такие задачи в соцсетях встречаются на каждом шагу. Называются логические уловки. И все сидят и думают, как же посчитать. Но если ее решать, как мы решаем с точки зрения бухгалтерской, вы сразу ответите на этот вопрос. Вот пока вопрос ко всем. Куда делась 10 рублей? Ведь чем мы богаты? Две шоколадки по 20. И действительно есть долги. Но ошибка нашего героя в чем-то заключается. Главный вопрос в чем? Какие варианты? У кого? Что? Чтобы ответить на шоколадки, это уже не деньги. Правильно. Но и 70 и 50 тоже не деньги. Это обязательства. То есть шоколадки не надо считать. Шоколадки не надо считать. Почему? Потому что глядя на нашу картину. Валюта баланса 120-120. То есть мы отдельно должны считать все обязательства. Вот это происходит такие ошибки логические. Когда герой путает активы, имущество, чем богат, с долгами. В одной корзине ни в коем случае не надо считать. А если бы он еще и вспомнил о досадной ошибке, о том, что потерял 100 рублей, то вообще получилось бы, что у него какие-то 240 еще. То есть мы говорим, нет, ни в коем случае. Мы говорим, что ситуация сейчас критична у нашего героя. Активы, пассивы 120-120. Но в букучете есть правило. ИСПБУ 9-10 на отчетную дату определять финансовый результат. Финрез. Что такое финрез? Мы сказали, это разница между доходами и расходами. Возникает вопрос, были ли доходы за этот день у нашего героя. Доходов в них 0, расходов 100. То есть наша задача обнулить и написать прибыль. А прибыль будет равна 0 дохода минус 100 расходы. И получается, что реальная валюта баланса, чем мы богаты, когда вас просят, чем богаты, он правильно сделал, что считал шоколадки. Но то, что считал долги друзьям, это неправильно. И если чем богат наш герой? Действительно активами на 20 рублей. Но если завтра в дверь постучат его друзья, увы, он не должен просить ему долги раз, или же ждать, когда он заработает, чтобы с ними рассчитаться. Вот такая критичная ситуация. Вроде начиналось 0-0, а мы должны 120 рублей на ровном месте. В жизни бывает всякое. Как можно посоветовать нашему герою другу выйти из этой ситуации? Можно посоветовать одну шоколадку съесть, а одну продать за 300 рублей. Найдет ли он покупателя за 300? Вряд ли. Тогда придется продать за 30. Затем купить на 33 шоколадки. Опять 3 по 30 продать 90. И тогда потихонечку появится какая-то прибыль. И за счет имущества, уже большего, он сможет рассчитаться с друзьями. Самый легкий вариант. Или просить родителей в уставный капитал, чтобы несли 500 рублей. В кассе будет 500. Он возьмет из кассы, покроет долги друзьям. Ну и соответственно. Или же другой вариант. Просить друзей, простить долг. Давайте подумаем. Если друзья скажут, прощаем долг. То есть уменьшается обязательство на 120. А что возникнет? Доход в пассиве на плюс 120. А доходы с расходом 120 минус 0, 120. Прибыль будет 120. Старый был убыток 100. Получится прибыль нарастающим итогом 20 рублей. Валюта баланса будет 20 равно 20. Но при этом прибыль 20, шоколад 20. И наш герой довольный, никому ничего не должен. Но друзья-то понимают, что рано или поздно с нами они прервут отношения. Потому что постоянно за счет друзей вести свой бизнес, деятельность мы просто-напросто не сможем. Вот в таком русле, в таком ракурсе мы рассматриваем бухгалтерский учет. Дальше, конечно же, мы занимаемся счетоводством. Мы декодируем, кодируем. Получаем отчетность. Множество разных задач, ситуаций и нюансов. Мы ждем вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Я Иванов Валерий Георгиевич. Желаю всем удачи и успехов в освоении этой интереснейшей, увлекательной профессии бухгалтера. Ждем вас. Любим. Всего вам доброго. До свидания. Если есть у кого-то вопросы, на все вопросы отвечу. Можете писать в чат. Можете озвучить ваши вопросы. Я сейчас постараюсь включить всем микрофон. У кого вопросы, задавайте. Я всех слышу, всех вижу. Кто что-то не понял, кому интересно. Вы можете позвонить в Центре компьютерного обучения «Специалист». У нас на сайте все материалы. Можно доступную литературу, какую конкретно мы рекомендуем на наших курсах. То есть, я здесь рекламой литературы не занимаюсь. Но есть литература, которая вас вводит в заблуждение. Это ряд академических изданий, которые на полках и в магазинах, и везде. И вы никогда не поймете учет. Там просто какие документы, какие проводки в этом ситуации делаем. Вот 10 тысяч проводок обо всем использовать не стоит. Или операции на все случаи жизни. Или там, бухучет в табличном варианте. Или еще какой-то. То есть, вы не сможете понять то, что нужно. Не потому, что я сейчас это говорю, что не сможете. По опыту знаю, что многие пытаются с помощью каких-то самоучителей и еще чего-то выучить учет. Можно выучить, если уже обладаете каким-то направлением, объемом знаний. Глобально очень сложно. Иногда мы говорим о том, что в 1С показываем иногда таблицы, регистры, еще что-то. Прямо, например, в 1С. Но курс теории полностью 64 часа направлен на изучение теории. А курс 1С 24 часа сразу логическое продолжение после теории бухгалтерского учета. То есть, получив 88 часов общего багажа знаний, вы получите сразу свидетельство о повышении квалификации при необходимости. Можете получить диплом бухгалтера. Для этого нужно будет пройти еще налогообложение, там курсы. И в этом случае вы будете как самый успешный бухгалтер с дополнительным образованием, дипломом и с багажом знаний. Но достаточно двух курсов стартовых теория бухгалтера и 1С для того, чтобы уже быть успешным. Конечно же. Лариса, ждем вас. Всех ждем. Вопросы есть ли у кого-то? Пишите, задавайте устно. Отвечу я еще здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.